Украина и Польша две мощные страны. Польша официально является адвокатом Украины в Евросоюзе. И конечно, я считаю, что да. Я бы хотел, чтобы так было и дальше. И конечно, со стороны России очень важно эти две страны стравить между собой, рассорить. А на чем можно сегодня рассорить? На теме истории. Возбудить ненависть на теме событий, которые были миллион лет назад. Поэтому появляются такие институты памяти. Что в Украине во главе с Ветровичем, который уже договорился до того, что оказывается Высоцкий и Цой являются чуть ли не врагами Украины? И Булгаков. И Булгаков. Высоцкий, Цой и Булгаков. Ветрович должен, произнося эти три фамилии, вставать и дышать неровно. А он рассказывает, где такие идиоты берутся, откуда они берутся, кто их выставляет на эти институты национальной памяти, как формируются институты национальной памяти. Так вот, такие же дебилы, как Ветрович, появляются и в Польше. И в результате, а может они не дебилы, может они сознательно разжигают ненависть, может они работают на деньги Москвы. То есть, так это, не будем оскорблять уже. Давайте действительно без оскорблений, во-первых, потому что господин Ветрович сейчас не может вам ответить. Извините, я вам хочу сказать. Я человек, воспитанный на творчестве Булгакова и Высоцкого, и с уважением относящийся к Цою, эти три человека подорвали всю советскую человека-ненавистническую машину. Высоцкий своими песнями, Булгаков своими книгами и Цой своими песнями. Перемен требует наши сердца, это был призыв к поколению порвать советским прошлым. И когда кто-то говорит плохо об этих трех людях, я хочу его назвать дебилом и имею на это право.